Щелковский район сделал свой выбор. 18 сентября в единый день голосования состоялись выборы в Московскую областную и Государственную думы. На территории нашего района работали 120 избирательных участков. Каждый избиратель получал несколько бюллетеней. Два по выборам в Государственную думу за кандидатов по одномандатному избирательному округу номер 127 и по партийным спискам. Выбрать достойную партию предстояло и по единому областному округу. А вот одномандатных округов в нашем районе целых три. Первый – Балашихинский, 17-й – Пушкинский и 14-й – Ногинский. И люди голосовали за разных кандидатов. Кроме того, жители города Щелково избрали представителя 15-го одномандатного округа в совет депутатов поселения. Результаты следующие. С выбора депутатов Государственной думы, 127-й одномандатный избирательный округ, назывался он Щелковский, приняло участие у нас на территории района, приняло участие в голосовании более 63 тысяч избирателей. С большим перевесом почти в 20 тысяч голосов по нашему Щелковскому одномандатному избирательному округу номер 127 победу одержал кандидат выданной партией ЛДПР Жигарев Сергей Александрович. Следом за ним на втором месте оказалась Еремельцевна Наталья Николаевна. Что касается выборов депутатов Московской областной думы, то у нас, как я уже сказал, три разных одномандатных избирательных округа. Округ номер один назывался Балашихинский, у него входят наши городские поселения Щелково, городское поселение Загорянский и сельское поселение Медвежоозерское. На территории Щелковского района вот эти три поселения выбрали от нашего района кандидата Шапкина, который набрал более 36% голосов. Также победила партия Единая Россия по второму бюллетене за списки кандидатов. По 14-му Ногинскому одномандатному избирательному округу кандидат Жуков Иван Николаевич, также от Единой России, так же как и Шапкин Владимир Николаевич, тоже победил примерно те же проценты голосов, более 30% голосов, и также победила партия Единая Россия. В 17-м одномандатном избирательном округе, это Пушкинский, куда входили оставшиеся наши поселения, это Фрянова, Огоднево, Трубино, Гребнево, Анискино, вот эти наши дальние поселения. Там победила с уверенностью Слуцкая Ирина Эдуардовна, также представляющая партия Единая Россия. Ну и, соответственно, по всем вот этим поселениям, также уверенную победу одержала партия Единая Россия. У нас на территории городского поселения Щелкова были дополнительные выборы одного депутата по 15-му одномандатному избирательному округу. Здесь, по данным видам выборов, более чем уверенную победу одержал Николин Александр Валерьевич, также выдвинутый партия Единая Россия. Интересно отметить, что Щелковский одномандатный округ номер 127 включает в себя разные муниципальные образования, в том числе и город Байконур. Его жители активно поддержали кандидатуру Сергея Жигарева на выборах в Государственную Думу. Сергей Александрович прибыл, рассказал свои планы, свою программу, ответил на вопросы байконурцев, на их чайные, на их проблемы. И обещал, если вдруг он окажется снова в Государственной Думе, будет помнить наказы на оставление байконурцев, помогать байконуру. Избранный состав депутатов будет представлять интересы населения в областной и Государственной Думе в ближайшие пять лет. Именно поэтому очень важно было проявить свою гражданскую позицию и прийти на выборы. Явка населения в Щелковском районе составила около 40%. Правда, в связи с высоким потоком избирателей не везде справлялись КАИБы, что даже вызвало очередь на некоторых участках в Щелкове-7. Впрочем, это еще раз свидетельствует о том, что граждане не остались в стороне от важного политического события. Почти 40% это хороший результат. Для такого большого количества выборов, для такого количества избирательных бюллетеней, потому что время, которое тратят избиратели на заполнение и опускание в урну одного бюллетеня и четырех, оно действительно серьезно разнится. Выборы достаточно чисто, достаточно прозрачно прошли. Не в окружную комиссию, не в территориальную комиссию. По всем видам выборов у нас никаких обращений, никаких жалоб не поступало. Председатель избирательной комиссии Щелковского района отметил, что выборы прошли спокойно. Защиту от фальсификации обеспечивала не только автоматизация обработки бюллетеней, но и установленный на участках видеокамеры бдительный контроль со стороны наблюдателей и общественных организаций. Наталья Медведева, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.